здравствуйте здравствуйте еще раз всем привет в этом видео я вам покажу обзор поставлю камеру немножко по-другому покажу обзор у меня есть запрос из норвегии а какие тона есть и немножко еще об этом расскажу поэтому да у меня здесь ходит такое белое привидение по магазину да поэтому сейчас поворачиваю может сказать привет добрый вечер сейчас одну минуточку одну минуточку лена германия при тем как начну это делать достала я для тебя шнурок для твоего турмалина тогда уже заодно и здесь покажу надя бавария это ваша тарелка это лена это твоя посылка я на нее прилеплю конверта в конверт этот шнурок дориан это ваша посылка она уже готова этикетки сделаю все во вторник либо в понедельник если вам не принципиально все вот кто здесь я бы честно говоря отправку сделала на вторник но если хотите можем отправить это в принципе и в понедельник так а теперь начинаем все-таки работать с красками и показывать какие оттенки есть чем они отличаются на что нужно обратить внимание все шнурки положила все сделала лареночка а теперь показываю ставлю камеру другой стороной показываю вам расцветки надеюсь что камера максимально эти расцветки передаст у нас около 140 тонов поэтому я буду листать этот каталог показывать вам татьяна норвегия моя любимая радуга радуга я видела что примерно вам нужно поэтому на эти тона я буду обращать особое внимание хорошо это самая новая палета но я уже говорила что кроме королевского синего вот как-то другие не особо меня цвета вдохновляют может быть не сейчас может быть позже все таки все это не стоит на месте они развиваются всегда приходит это новые тренды посмотрим я сейчас постараюсь все этой палитры выбрать то что вот действительно пастельная действительно вот такое как бы слоновая кость но при этом такой более освежающий тон вы помните этот шкафчик который я красила это был вот этот цвет то есть вот в нем нет желтизны он как бы как бы слоновой кости но при этом вот такой чистенький беленький видно да давайте сравним его с белым с чисто белым теперь покажу вот так номер номер мне кажется так видно они здесь еще и пронумерованы по коллекциям когда иногда эти книги отдаем казалось бы в надежные руки всегда говорили назад пожалуйста ставьте это так чтобы они оставались в этом же порядке но это не всегда получается нюша посмотрите пожалуйста вот есть еще и такой вариант а мне кажется это будет многим интересно потому что светлая кухня всегда смотрится красиво правда и серые кухни тоже смотрится красиво вот серо-белый либо кухня слоновой кости цвет либо вот такой нежный белый немножечко с краплением бежевого это тоже так мы здесь у меня уже пошли серые оттенки зеленоватые оттенки теперь мы переходим ко второй книге так вот что-то серенькое там даже мне кажется вот так лучше видного рыночка привет мне одни вот так вот видно да тоже интересный цвет на случай если понравится сделайте пожалуйста скриншот с тобой не соскучишься есть стальной есть золотой ты можешь остаться но только что не будешь кривляться я сейчас выбрала мне кажется так будет проще пастельные тона татьяна я их сначала покажу все вместе или по отдельности не знаю как это показывает честно они вот так вот кажется настолько одинаковыми давайте наверное я возьму снежный белый это их снежный белый вот у нас даже отмечен потому что очень часто его ищут будем сравнивать это наверное отвлекает будем показывать вот так сейчас будем крутить вертеть пока найдем способ показать краску смотрите пожалуйста буду вам показывать вот так сравниваете с белым подносить специально номер краски чтобы вы могли сделать скриншот давайте сравним между собой видно да если вы хотите татьяна чтобы ваша кухня была светлее вот слоновой кости цвет но светлее чем она была тогда более в белый тон то тогда это historical white потому что historical white просто его здесь уже все за затрогали руками потому что это краска номер один которая здесь покупается все красят в historical white вот я только не люблю когда кто-то приходит и говорит дайте мне historical white это название дайте мне ее пожалуйста для стен я тогда говорю а зачем вам такая краска для стен покрасьте стены в белый а мебель вот в этот тон и тогда останется этот уют и теплота а если вы либо возьмите уже слоновую кость для стен но если покрасить в historical white например потолок а стены сделать нежно-белыми снежно-белыми тогда такое ощущение как будто стены покрасили а потолок забыли но опять-таки повторюсь это самая-самая продаваемая краска вот этот historical white потому что он не белый но он и не слоновой кости вот почему он так любим этот historical white цвет поэтому посмотрите вот весь в отпечатках затроганный просто так я показываю сейчас в этой руке у меня просто картон белый тоже было бы неплохо тоже красиво это знаете что это тот цвет которым я красила тумбочку для обуви посмотрите как интересно вот здесь даже свет светит такой вот чистенький не слишком темный не так много желтых пигментов в нем я бы сказала очень даже такой свежий цвет clotted cream здесь немножечко добавили такого вот эффекта я бы сказала немножко добавили серого немножко добавили теплого тона и при этом вот чем-то хлопок напоминает тоже интересно но в вашем случае может немножко кухню больше затемнять я бы сказала чем освежать вот я бы наверное осталась либо historical white либо paper тяжело просто такие пастельные тона показать есть еще old white old white это как бы это правильно сказать старый белый а мне немножко такой идет цвет в цементный если честно чтобы я от себя вам порекомендовала для вашей кухни если вы хотите светлее чем вот этот и больше вот как бы в белый но при этом не снежный белый либо как некоторые немцы говорят не больничный белый то тогда это historical white historical white его описать тяжело он вроде бы и белый и не белый что касается вот этих тонов слоновой кости в них присутствует желтый пигмент а в historical white его нет я всегда говорю что не красьте потолок historical white это некрасиво окрасьте мебель это очень уютно это очень тепло когда вот смотришь конечно на такую палитру каких здесь только цветов нет какие хочешь синие оттенки розовые оттенки красные сиреневые глаза просто разбегаются я всегда рекомендую выбирать для тех же обоев что-то пастельное а вот такими цветами уже играться можно с текстилем с декором потому что все таки проще ведь декор поменять чем стены перекрашивать либо мебель перекрашивать но очень много интересных вариантов есть если кто-то например делать какие-то поделки либо вот как девушка ко мне приходила туристка она там где она живет в бремене она реставрирует зеркала то есть она придает вам вторую жизнь и знает эту краску работает на этой краске видно да вот такие совершенно разные тона у меня была сегодня задача и просьба покажи пожалуйста что-то светлое я все таки хочу летом покрасить свою кухню не бойтесь красить кухни что касается шкафов да вот что касается рабочей поверхности это лучше не красить можно конечно но лучше не красит лучше это заменить потому что как раз вот там где раковина где печка попадает жир попадает вода все таки от этого нужно краску беречь оля вольсбург твоя краска джинджер к бронза красивая бронза в общем цвета самые различные если вы мне конечно даете ориентир так вот как татьяна из норвегии говорит хочу слоновой кости тогда мне проще определиться тот же серый да сер он бывает очень разный сер он бывает синим оттенком он бывает с черным оттенком если взять белую краску смешать с черной можно вывести красивый серый пигмент но если например немножко добавить зеленого то это получится такой серо-синий так как у меня здесь холодный цвет то в принципе довольно таки я бы сказала холодными кажется эти оттенки но это все еще и зависит от того какие вас лампы холодная либо теплая мне кажется в основном это теплая лампа видно да танечка мой совет был бы вам historical white если вы хотите ее светлее но опять-таки не белую либо если это слишком белесый для вас то тогда вот тот пепа либо вот этот вот реган севает либо ты по которым я красила другой комод пожалуйста определяйтесь скоро придут вот такие тоже карточки совершенно разные можно кстати заказать и вот так вот тоже сравнивать но к сожалению здесь много не увидишь конечно такие краски дома а вот все что пастельная практически этого не видно если вы хотите еще проще определиться какую какой цвет краски вы хотите можете так также в интернете задать просто вот это имя пейнтин де паст и посмотреть там сколько мамочки там столько прошу прощения информации девчонки кто живет в германии если кто-то решится на покраску какой-то мебели я уже сказала в самом начале видео повторюсь еще раз не сильно спешите если хотите посоветуемся потому что ко мне приходили так как гослар это город туристический съезжаются сюда скажем так при нормальных условиях без короны туристы со всей германии понятное дело что вот этот вот деку мир как как и мир вот этой вот краски в германии ну маленький он ну знаем мы друг друга мы знаем мы пересекаемся на выставках со своими коллегами мы пересекаемся на других мероприятиях конечно же мы друг друга знаем и это немножко жалко жалко когда например вот есть какая-то партия краски ее нужно сбыть и тогда рекомендуют краску например для стен для того чтобы фахверковом домике покрасить балки которые маслом покрыты то есть такое у меня уже тоже было когда девушка пришла и сказала почему я крашу несколько раз у меня ничего не получается я говорю как вы догадались краской для стен покрасить балки вот так посоветовали говорю не верю никогда в жизни не поверю что официальный представитель этой краски вам такое посоветует потому что балки во-первых пропитаны маслом а во-вторых в принципе зачем брать краску для стен если для этого нужно нужен экшель по факту да она мне показала сообщение было так вот такие какие-то мелкие мелкие истории я сделала такой вывод если кто-то что-то делать хочет посмотрели у вас уже есть идею вас есть представление вы знаете какой цвет будет у вашей краски если там что-то креативное с деревом если там должна остаться вот это вот структура дерева например если это из натурального дерева что-то но лучше переспросить если какую-то идею найдете в интернете тоже здорово но лучше перепроверить чтобы не дай бог не попасть вот на такую историю когда у кого-то состоялась краска для стен и и начали предлагать как краску для дерева это не совсем функционирует но в принципе я очень довольна ними потому что они просто молодцы у меня нет других таких поставщиков которые ваши желания ваши заказы отправляют в течение 24 часов вот представляете если с понедельника по пятницу у них оставить заказ и успеть это сделать до 12 на следующий день уже приходит заказ как они это делают я понятия не имею у них есть большой склад в германии есть также склад в нидерландах если та краска которую вы заказали если ее нет на складе в германии то тогда это плюс один день но опять-таки даже три дня не проходит как они это делают я не знаю мне тоже было бы интересно как можно отправлять посылки чтобы их заказчики получали на следующий день мои хорошие это немножко сейчас было окрасках у нас намечается в норвегии покраска кухни большой проект вот п-образная кухня в основном они требуют одной банки стейн блок это грунди рунг и примерно это 4 банки краски и все готово а вот что касается стол и стулья но может быть их черными все-таки танечка сделать чтобы вот черный либо темно-коричневого у меня нет у меня есть шоколад шоколад немножко не то там немножко примесь капучино а вот этот вот красивейший красивейший из массивного дерева старинный стол вот его бы так бы темным и оставить просто отреставрировать но я думаю что мы еще вернемся к этой теме я я еще буду больше и больше вам показывать красок зависимости от того какая мебель мне будет приходить если кто-то рядом живет кому-то понравилась мебель которую я сделала обращайтесь продадим с радостью а так в принципе я думаю будем выделять где-то угол на складе у юры где будет отделение шебешик покрашенная мебель всех целую всех обнимаю до скорого я забыла еще один важный момент упомянуть но мне кажется у меня 90 процентов видео где я уже прощаюсь а потом опять начинаю хотела просто показать потому что я заказала стейнблок стейнблок это грунтовка она более жидкая она имеет серебряный цвет вот некоторые даже когда грундируют вот эти вот шкафы изнутри до оставляют стенку в мебели уже в цвете стейнблок хотя я всегда говорю не забывайте пожалуйста это входит в поры краски и как бы это грунтовка но тем не менее я всегда говорю пожалуйста грунтовать нужно все я даже на эту тему как-то общалась с хозяевами этой краски кто вот отвечает за германию полностью потому что краска самородом из англии они говорят ну почему вот кто красит например в ванной комнате стены которые поклит покрыты плиткой если эта плитка не совсем блестящая то можно и экшель сразу а если конечно глянцевая поверхность то нужно грунтовка я говорю вы знаете я даже каждую мебель крашу так почему потому что мы берем грунтовку затем мы берем например экшель сорт краски это если сейчас я скажу мы красим стол вот рабочую поверхность стола а затем мы еще топик добавляется если мы даже возьмем просто экшель и возьмем топ но вот это вот база на которую мы посадили эту краску и защитное покрытие она без стейн блока стейнблок идет в поры краской потом а экшель ложится на этот стейнблок также это можно поцарапать но еще скажу вам на заметку кто будет красить столы если даже ваш стол покрашен этой краской со всеми тремя пунктами которые я упомянула вам все равно нужно будет пользоваться вот этими пишетамиGES это вот это как кто-то перевел и нас по-моему тест тест перевел это как под тарелочник все равно нужно этим пользоваться все равно можно это поцарапать в основном это получается либо у гостей либо у детей почему потому что когда вы сами красили эту мебель вы вложили туда столько любви труда вы не догадаетесь например это вот так вот делать а все остальные не этого не знают они так как правило это и делают что я сейчас еще забыла упомянуть это сейчас информация абсолютно для всех вот эти вот карточки они продаются также по всем коллекциям там есть коллекция называется например там вот это вот арт богу и так далее а есть набор вот этих вот карточек но они их продают они не дают их бесплатно сколько я с ними на эту тему не дискутировала дорогие мои любимые это реклама как вы можете ее продавать они говорят галина смотри другие делают вот такие вот рекламные проспекты как это называется на компьютере а у нас это ручная работа это вручную нарисованные листы которые сюда приклеены это лучше чем если например это вот здесь вот сделано на компьютере и это стоит денег вот так вот они это объясняют что я бы предложила я когда в следующий раз буду заказывать краску я могу заказать набор вот такой татьяна например для вас и вы в этом наборе посмотрели бы хотя это довольно таки маленький вариант но тем не менее вы имели бы перед тем как вы закажете партию краски хоть какое-то вот что-то малейшее как говорят немцы и на хант в руке что вам поможет с краской определиться от себя я могу только сказать что вот у меня с тех пор как я вообще занимаюсь этой краской у меня краска номер один которая всегда должна быть здесь карантин не карантин даже если начнется третья мировая это historical white вот так вот у нас сошла германия просто с ума на этом на этой краски historical white туристы приходят у вас есть historical white разницу как вот объяснить разницу historical white и белого это не вот такой вот больничный белый но это и не белый с желтизной вот так вот примерно вот он срабатывает если вот этих всех объяснений недостаточно я бы рекомендовала заказать набор вот таких карточек там где это все вместе собрано если там потом понравятся какие-то отдельные тона то тогда я бы предложила взять пробы почему когда ко мне кто-то приходит и хочет покрасить стол либо тумбочку и накупает вот этих проб я их отговариваю я говорю не нужно за такие деньги это брать кстати 850 это у меня еще старая цена на пробники на вот это они немножко немножко они там больше стоят там на пару копеек они до подняли но если вы например не можете определиться между несколькими вещами то тогда может быть есть смысл заказать вот этот пробник но это не мебельная краска эта краска для стен но вы бы увидели как она наяву это рассчитано на один квадратный метр можно что-то отдельно покрасить и посмотреть и сравнить эти цвета вот к чему я это говорю когда кто-то приходит и собирается красить тумбочку либо стол я всегда говорю стоп эта краска для стены она более флюсик как это склад более жидкая что ли в сравнении с экшелем либо краски мат которая предназначена изначально только для мебели дерева и так далее но если у нас намечается такая большая стройка такой большой проект это большой проект потому что вырвать из жизни кухню из семьи и и довести до ума как говорится то это конечно большой проект поэтому я бы рекомендовала сначала заказать карты а потом из того что понравится заказать вот такие вот пробнички и посмотреть и потом конкретно уже четко определиться что я хочу а что вот мне больше по душе потому что одно дело как это передает камера другое дело как это на самом деле и потом еще большую роль играет освещение количество окон например те же посудомоечные машины которые встроены в мебель те же холодильники которые рядом стоят если взять краску слишком светлую например чисто белый тогда будет такое впечатление будто вот это мешает потому что они не будут такими белыми как эта краска если например взять слишком краску слоновая кость но вот слишком с этим желтым пигментом тогда будут эти приборы выделяться то есть такие много много нюансов поэтому поэтому мне кажется historical white и продается на ура потому что такое что-то среднее между слоновой костью и белым и чисто белым но тем не менее вот об этом я хотела упомянуть что я бы заказала так как вы живете не рядом сначала вот этот набор а потом если там вы еще не уверены пару вот таких вот банок если кто-то приходит и говорит у меня только какое-то зеркало нужно отреставрировать либо мне нужно это для шаблонирования тогда то пожалуйста берите вот если кто-то пришел и говорит я хочу тумбочку покрасить дайте мне три вот таких банки потому что вот такая банка покрывает 10-15 квадратных метров но учитывайте что это краситься должно два раза то тогда я людей отговариваю говорю нет это не выгодно это дорого возьмите тогда уже вот это и покрасьте вот это вот я хотела сказать я вроде бы уже все упомянула скоро садимся на метлу и улетаем с моей принцессой сказочного гостлора